здравствуйте товарищи сегодня с нами александр владимирович золотов доктор экономических наук профессор и вот мы хотим к нему обратиться чтобы чтобы он мог сказать товарищам металлургам что им нужно делать и почему спасибо максим анатольевич здравствуйте уважаемые товарищи я думаю что металлурги в общем то знают что им надо делать и знает почему надо делать потому что рабочий класс особенно таких отраслях всегда был организованы организованы самой работы работают большими бригадами и рабочие прекрасно знают в таких на таких предприятиях что в одиночку жизни улучшишь значит нужно объединяться для этого есть форма объединения профсоюзной организации которые позволяют всем рабочим сообща вести интересы за их общие интересы борьбу за их общие интересы за улучшение условий труда за повышение заработной платы это может кому-то показаться таким знаете мелким будничным это для того кто искать не на предприятие а тот он предприятие то знает какой ценой дается металл в случае металлургии в какой ценой дается автомобили и все химической продукции это ценой здоровья очень часто напряжение больших сил рабочих и вот об этом надо думать надо думать не только о том что мы произведем а как мы произведем и как мы сбережем здоровье и улучшим жизнь работника потому что вот наукой в науке известно что есть две производительных силы средства производства вот о чем мы говорим станки печи а есть еще основная главная производительная сила трудящий человек так вот если мы хотим развивать производства и надо говорить давайте на жаль производства давайте так в производстве не печи главное и не станки и главное рабочий человек так вот об этом очень часто забывают рабочие люди должны об этом называть они должны сами себе заботится это и какой-то эгоизм а это вот нормальное требование потому что если будет хорошо рабочим будет и производство развиваться и будет все общество И вот я хочу сказать, что я с большим удовольствием смотрел, как работал на заседании Российского комитета рабочих в Российском семинаре рабочего профсоюзного движения представитель металлургов Тюмени Евгений Александрович Якимов. Я знаю, что профсоюзная работа всегда непростая, что там не только товарищи рядом, но вызывает эта работа и неудовольствие тех, кто по другую сторону стола, социальных так называемых партнеров. И тем не менее, они, наверное, те партнеры, которые по другую сторону стола, наверное, что-то даже и хотят сделать такое плохое, умышляют, чтобы как-то остановить это движение. Но когда я познакомился с Евгением Александровичем, я понял, таких людей не остановить. И я еще раз понимаю, что вот совершенно уверен, что Евгений Александрович – это не такой одиночка богатырь. Такие люди колоритные, такие прочные люди появляются там, где коллектив твердый, сильный, где один за всех выступает, а все за одного, то есть сплоченные, способные постоять за себя. И вот, Евгений Александрович, это представитель такого коллектива, и он очень здорово представил свой коллектив на заседание Российского комитета рабочих, и я уверен, что у этого коллектива, профсоюзного коллектива, большое будущее, уже и настоящее есть. Вот они в этой борьбе твердо стоят. Как, в общем, и ждешь от солеваров, это люди прочные, надежные, стойкие, по условиям труда, жизнь такая непростая. Если они будут сгибаться от всяких трудностей, ну тогда лучше не подходи вы к печи, да? Нет, вот это твердые очень люди, я увидел. И мало того, что это человек в труде, я уверен, что очень твердый, он и в своей общественной жизни, в профсоюзной работе, это очень умный человек, который умеет сформулировать задачу. И не потому, что только он там хорошо формулирует, а он очень грамотный, знающий, он знает, какие есть документы, он знаком с передовыми достижениями профсоюзов. Профсоюзное движение, знает, что такое программа задачей коллективных действий, в которой содержатся все требования, выгодные всем рабочим на всех предприятиях, в том числе для металлургов. И особенно выгодные, потому что там предусматривается повышение заработной платы, достоинность рабочей жизни. То есть, до такого уровня, когда обеспечивается нормальная жизнь работников и семьи. Так вот, если посчитать нормально, даже не заносясь, то это тянет на 2-3 сотни тысяч. А что касается рабочего времени, то сколько же можно работать, товарищи, по 12 часов? Это же так пра-пра-пра уже деды работали. Современный век сегодня, 21 век, передовая техника. Люди с запросами большими, с образованием, которым и работать нужно, и нужно иметь свободное время, чтобы развиваться, чтобы читать книги, чтобы ходить на выставки, чтобы заниматься спортом. Но после 12-часовых смен, я думаю, это просто закрыто напрочь все. И что же у нас получается? У нас есть особая такая категория людей, которые должны в костми лечь, чтобы другие могли нормально жить. Иметь время свободное для досуга, для спорта, для всего. Нет, это несправедливо, это неправильно. Вот поэтому рабочие должны позаботиться о себе, позаботиться совместной своей борьбой. И вот, когда я познакомился с Евгением Александровичем, у меня сложилось твердое совершенно впечатление, что те, кто, так сказать, умышляет против таких людей, как Дикимов и как, так сказать, рядом с ним стоящие товарищи, те зубы свои обломают обязательно. Обломают, это остальные люди. Вот поэтому лучше с ними связываться, а лучше вести по добру, по здоровому нормальные переговоры, думать, что сделать, чтобы улучшить рабочих, так сказать, улучшить положение рабочих этого предприятия. И, соответственно, чтобы предприятие лучше работало. Поэтому вот я совершенно, еще раз говорю, уверен, что у профсоюзной организации, председателем которой… Вы соприседатель, Евгений Александрович, вы соприседателем. То есть, наряду с другими председателями является Евгений Александрович Якимов, так сказать, большое будущее, она добьется своего. Добьется, конечно, не потому, что за всех будет действовать председатель. Мы все знаем, что в общем деле так не бывает. Да, что это общее дело, потому и общее, что все свои усилия прилагают, одним, так сказать, строем идут. Ну и тогда против такой силы не устоять, не устоять. И еще я хочу сказать, что вообще говоря, вот профсоюзы тогда сильные. Это вся наука за это говорит, весь исторический опыт, когда в профсоюзах работает партия рабочего класса. А как работает партия рабочего класса? Да сами рабочие в этой партии ходят, но они не только думают о сегодняшнем дне, а они думают и о завтрашнем дне, о том, что нужно сделать, чтобы коренным образом улучшить положение рабочих. И вот я знаю, что Евгений Александрович член рабочей партии России, который как раз заботится о том и ставит свою задачу. Такую задачу, чтобы обеспечить улучшение положения рабочего класса путем сокращения рабочего дня до 6 часов, путем повышения заработной платы, улучшения условий труда. Это все в программе партии. Это не просто слова. Вот за это и бьются такие люди, как Якимов и его товарищи. И я хочу сказать, что партия это еще, я бы сказал, ядро. Вот даже в самом сплоченном коллективе всегда есть ядро. Согласитесь, мои товарищи, без этого не обойтись. Ну, вот самые стойкие, самые, может быть, люди знающие, к которым прислушаются, авторитетные. И вот, чтобы такое ядро сложилось, нужно, конечно бы, чтобы на каждом предприятии, в том числе и в МТАЛУРГО в Тюмени, было партийное ядро. То есть, крепкая организация, ну, хотя бы из трех людей. Трудно одному. Вот трудно, даже если он член партии. Мы товарищи его, мы всегда его поддержим. Но мы поддержим вот на расстоянии. Не встретимся. Не на заводе. Не на заводе. А надо, чтобы на заводе, чтобы каждый день мы чувствовали, сказать, плечо товарищеское, да, товарищи по партии, в том числе, которые вот ставят большие задачи, знают, как это сделать. Не готов повести своим личным примером, повести личным примером товарищей других. Вот поэтому я обращаюсь к товарищам. Что неужели только вот Якимов такой понимает, что неужели только он один, что нужно рабочему классу подниматься, что нужна ему своя партия, да, голова своя. Причем не такая голова, что голова там, а, дескать, рабочие – это только тело. Да вот он и есть и голова, и тело. Все одновременно. Вот такой партия рабочая. Но есть еще интеллигенты, которые знающие люди. Они в рабочей партии есть. На всю страну вообще известен, скажем, профессор Михаил Васильевич Попов из Ленинграда. Не знаете, познакомьтесь, наберите Попов Михаил Васильевич. Вы знаете, какой он умный человек. И ум свой, и все свои знания, и весь свой талант он обратил на пользу рабочего класса. И книги пишет, и выступления. И очень понятно, любому думающему, рабочему это все будет очень понятно. И вот, Михаил Васильевич, ты говоришь, что без партии рабочего класса, ну, не вытянуть одиночкам, да, и, так сказать, не вытянуть даже профсоюзным организациям. Поэтому я обращаюсь к тем товарищам, кто понимает, что нужна партия, но как-то не решится. Товарищи, я понимаю, что всегда можно больше еще прочитать книг, стать еще лучше, да, лучше понять, осознать, но надо еще и принимать решение. Надо перестать колебаться. Вот товарищ Якимов перестал колебаться, и он поэтому очень твердые позиции занимает и в жизни, и в работе, и в профсоюзах, и в политике. И вот надо тоже перестать колебаться и вступить в рабочую партию России. Образовать это ядро в коллективе, к которым всегда можно обратиться, которые помогут делам, советам, покажут пример. И вот тогда вы добьетесь значительно большего успеха и значительно быстрее. Да и вообще пора уже рабочим людям как-то перестать надеяться на кого-то. Надо надеяться на своих лучших товарищей, на свою партию, и надеяться не в том смысле, что за вас сделают, а надеяться, что они знают, как надо делать, посоветуют, покажут пример, не предадут, не обманут. А вместе будете вы добиваться своих целей. Заключите коллективный договор, такой, который позволит улучшить вашу жизнь. А это закон дает большие права. Поэтому, товарищ Якимов, это на что зовет? На то, чтобы сегодня улучшить жизнь. Иногда говорят, давайте вот мы сделаем сначала революцию, а после революции все товарищи рабочие заживут хорошо. Вот кто так говорит, товарищи, таким не надо верить. Если он сегодня не мог помочь товарищам своим организоваться для того, чтобы хотя бы зарплату повысить, для того, чтобы хоть график удобный сделать человеческий, что он завтра сделает, когда он дорвется до власти? Вот Якимов не такой. И в рабочей партии не такие люди. И у вас не такие люди, которые думают, как бы себе вырывать, да, и сказать, какую-то карьеру сделать. Какую карьеру может сделать Столивар? От одной печки к другой? Да. Поэтому ваше положение связано с тем, что вы можете улучшить свою жизнь только вместе с жизнью, с положением своих товарищей, их класса в целом. Вот для этого нужна партия, чтобы такую работу развернуть. Поэтому я обращаюсь к товарищам, которые думают о том, вступать в рабочую партию России. Надо бы, конечно, вступать, ну вот, а может подождать. А чего ждать товарищи? Чтобы дальше у нас все забирали, чтобы дальше, значит, рабочих текли на них доверие. Если хотите, даже издевались бы. Вот нельзя уже позволять с собой так обращаться. Ведь, вообще говоря, наши старшие поколения сейчас за достоинство своей жизни отдавали за страну. Сейчас никто даже этого не требует. Сейчас законы защищает, в том числе, не трудовой кодекс и рабочих. Но надо просто быть активным, надо быть твердым, думать о том, что будет завтра, чтобы завтра было лучше и действовать в этом направлении. Поэтому, ну, подумали, подумали, поколебались, примите решение. Я думаю, что вот люди, которые думали вступать, не вступать, уже 7 раз отмерили. Ну, давайте отверстие, подайте заявление и действуйте рука в обраку. Честное слово, я хочу сказать, что я вот в партию рабочую вступил 30 с лишним лет назад. Ну, и я как себя хорошо чувствую с товарищами. Насколько это вот легче живется даже в самую трудную пору, и вы это сразу почувствуете и поймете. И силы сразу будет умножиться и у вас, и у вашего профсоюза в целом, и у коллектива в целом. И жизнь станет лучше. Вот к этому я призываю тех товарищей, которые думают, как вот все-таки отнестись к рабочей партии России. Вот сидит член рабочей партии России, значит, вот сидит член рабочей партии России. Хорошо себя чувствует. И меня с ними хорошо. Замечательно. Спасибо, Александр Владимирович. Спасибо большое за развернутый ответ. А, Евгений Александрович, может быть, хотите тоже что-нибудь сказать товарищам коллегам? Сразу, Евгений Александрович. Конечно. Сразу, не сразу. Вы сюда доехали, не случайно все было. Товарищи вас отправили. Пару слов буквально. Ну, что я хочу сказать. Для тем, кто сомневается, ну, не надо сомневаться. Надо быть, как всегда уже говорил, постоянно и говорю у нас на работе, что нужно быть всегда вместе. Если мы по одному, то у нас это легко разбить, уничтожить. А когда мы, как бы, говорит, с костяк все вместе, мы всего добьемся, чего хотим. Ну, и я напоследок добавлю, что действительно. Да, я думаю, вы все прекрасно это понимаете, что вместе вы сильнее, да, и сильнее, когда вы организованы. Организованы в профсоюзную организацию, организованы в партию рабочего класса. Вот. Касаемо вашей профсоюзной организации, да, у вас большое начало уже положено, такое сильное начало. У вас уже не три человека, которые создали профсоюз, там не десять, у вас сотни. То есть сотни все убили, там кто-то дал доверенность, ничего страшного, вступит потом. То есть продолжайте в том же духе, развивайте свой профсоюз, боевой профсоюз, ну и вступайте в рабочую партию России. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok